Между тем, уже в 34 субъектах России зафиксированы факты заражения свиней африканской чумой. Последний случай обнаружен в одном из подсобных хозяйств Иркутской области в марте этого года. Вирус обнаружили в коробке посылки, прибывшие из Ставрополя. Этот факт насторожил эпидемиологов Якутии. В промышленном объеме в республике разводят свиней в двух хозяйствах – в селях Атасы и СХПК Сибирь, где сосредоточено свыше 90% всего поголовья свиней республики. Остальные находятся в личных подсобных хозяйствах. Вопросы эпизиотической обстановки в республике рассмотрели на заседании противоэзиотической комиссии под председательством первого заместителя председателя правительства министра экономики Алексея Стручкова. Сегодняшняя задача – не допустить завоза вируса африканской чумы в свиноводческие хозяйства республики. Департамент ветеринарии рекомендует животноводам разводить альтернативные виды животных. Нашу территорию, может быть, спасает то, что у нас нету диких кабанов, которые являются источниками. Но не исключен тот факт, что мы сами же с продукцией свиноводства можем занести на свою территорию, что было и в Иркутской области, при этом заразить свое местное поголовье. То же самое хочу сказать, что по африканской чуме свиней нет вакцины, не разработано, нет и лечения. Поэтому то же самое, при случае одной вспышки, заболевания одной головы свиней, радиус 10 километров, также приходится только уничтожать данное поголовье, вследствие того, чтобы все поголовье республики не было заражено.